это твоя новая тачка он отдельный мы не стали его распускать на первый этаж мы решили гараж оборудовать прямо дома я сейчас вам обо всем расскажу в общем это новый влог лайф-влог до трансформатора и мы начинаем сегодня со знакомства с маленьким пауэрбанка которого зовут матвей это мой маленький сын которому уже четыре месяца и вы просили меня его показать а вот немножко рассказать о том откуда он взялся вообще и что действительно он будет с нами всю жизнь жить ну получается что так добро пожаловать ко мне домой добро пожаловать в трансформатор и вообще лайкусики полная любовь и взаимопонимание внизу на это кто хозяин этого дома чем она старше становится тем она больше бабушка веет посидела уже старенькая стала как кстати собаки отреагировали на появление новенького в нашей семье слушай ну так как я появилась то позже чем появился новенький вдове я конечно первую реакцию собак не увидела но что я увидела это то что моника проявила такие материнские качества она прям вокруг него бегала нюхала но марсин точно ничего не понял да марсин не понял даже когда у него трое детей родилось марсин раз таким батей можно быть моника сразу поняла что она мама марсин точно ничего не понял в нашем случае папа тоже немножко запозданием понимает на самом деле ну сложно сказать женщина это 9 месяцев и нашего ребенка она с ним близкой связи она его рожала мужчине он просто появляется у него нужно установить с ним контакт я думаю что такой боли стал возраста когда ребенок начинает разговаривать может быть пойдемте устанавливать контракт первый первый контакт ночи с как раз маленький воин маленький воин маленький воин вообще ничего не слышит очень крепко спит ну смотрите в общем у нас здесь погремушки всякие и всякие сосалки соски потом значит магнитофон которому мы меняем батарейки каждые два дня потому что он не заболкает ну вот здесь всякие игрушки к тяжелую камеру ой-ой-ой-ой-ой-ой можно взять небольшой экскурс и статистика по маленькому значит матвей Дмитрий Дмитриевич Пармегин родился 27 марта. Знак зодиака, как у папы, корень. Он 72 сантиметра и 8 килограмм 800 грамм. Понимаете, ему 4 месяца. Недавно приходил врач, который там просто нас обследует, смотрит. Он говорит, что он ростом как годовалый ребенок, понимаете. Он так же, как батя, постоянно спешит куда-то. Быстрее повзрослеть, быстрее стать маленьким предпринимателем. Ребенок — это классно. Мы слишком долго его ждали, чтобы прям вот так взять и сразу поверить в то, что он у нас появился, понимаете. Каждое утро мне его приносит или Катя, или няня. Мы с ним общаемся. Я просыпаюсь, он что-то ползает, лазит. Ну, конечно, он не ползает еще ногами, руками, а так вот на одном месте, как черепаха. И все измазывает мне слюнями. И он смеется. Парнишка очень добрый и очень спокойный. Тьфу-тьфу-тьфу. Я понимаю, что сейчас еще не время делать выводы, но я вам скажу, что этот пацан вообще не плачет. Вот вы мне поверите, если я вам скажу, что этот пацан не плачет вообще. Максимум, что я слышу, это когда он там, ну, что-нибудь ему не нравится, да, когда вот его там на ручки взять или перевернуть, или там что-то еще. Соски он практически не воспринимает. Только тогда, когда он засыпает, мы даем ему там буквально 5 минут. Ну, не любит соски. Спит он много, точно так же, как и я. Ложится он в 8 или в 9 и просыпается в 8 или в 9, понимаете. Если какие-то сложности, что-то вообще не чувствуется никаких сложностей. Я не понимаю, что там люди говорят, что сейчас вот ребенок появится, начнутся головники какие-то. Какие головники? Скажите мне, пожалуйста. Это же такое счастье, это так прекрасно. Да, мы продолжаем работать, много работать. У нас много времени он проводит либо с няней, либо с бабушкой. И он абсолютно нормально себя чувствует с ними. У нас есть несколько ритуалов. Ритуал это разбудить меня утром. Ритуал, Катя его каждый день купает по вечерам. У меня ритуал, я раз в 5, по-моему, дней стригу ему ногти. Расписано все, оно месяц вперед, и он без очереди заходит в мой салон красоты. И ритуал вместе выходные проводить. Няня уезжает, а мы, в общем-то, остаемся здесь. И ритуал каждый месяц на счет класть миллион рублей на будущее. Это отдельная история, на самом деле. И она тоже прикольная. Я скажу, что расходы... Я не могу сказать конкретно сколько, но я могу примерно посчитать, на что мы тратим деньги. Во-первых, это вот... Это гардероб. Суть этого гардероба заключается в том, что он почему-то очень быстро меняет одежду. Если я, например, купил вот эти вот штаны Stone Island, и я в них уже год хожу, он ходит в своих штанах 2 недели. Он почему-то из них вырастает. И как бы вот это вот все новое как бы висит. Мы буквально это одели, может, по одному или по два раза. Но как бы мы же не хотим останавливаться. Мы как бы идем дальше. Как бы в планах на следующий год еще как бы продолжить вот это вот мероприятие. Вот. И поэтому это все останется. А у нас очень много подгузников. Ну, в смысле, много от слова прям реально много. Вот это вот все там вот наверху, это все подгузники. Здесь всякие каши, смеси там и прочее. Здесь няня на одежде. Частично. Значит, вот это вот основной расходный материал. Добро пожаловать в Папкин блок. Их мы меняем каждые три часа, по-моему, да? Каждые три часа. И это получается, что шесть штук, семь штук в день, да? Семь штук в день. А сколько стоят такие трусики? Тысяча семьсот за сорок штук. Собственно говоря, он за четыре дня и за пять дней, да? Он полностью упаковку съедает своей маленькой попкой. В общем, няня 80 тысяч рублей в месяц. Это не считая выходных. Это двойная порция колясок. Потому что одна порция колясок и всяких стульчиков, всяких качалок, мешалок, лежалок там. Все это, короче, идет у нас домой. И такая же часть, абсолютно такая же часть, едет на дачу. Какие там еще расходы? Всякие педиатры, всякие массажисты, какие-то ребята приходят, постоянно что-то смотрят, делают какие-то прививки. Все эти прививки стоят колоссальных денег. Вот, потому что там частные клиники, все дела. Но как-то, знаете, это не дом. Это хорошо. Потому что здесь, как бы, такие затраты, они достаточно умеренные. Наверное, мы немножко неадекватные родители. В том плане, что мы хотим, чтобы у нашего ребенка было все. Мне кажется, что это чувство абсолютно нормальное для молодых родителей, которые ждали своего ребенка достаточно долго. Поэтому я, как папа, я дам ему все. Просто чтобы у него было все абсолютно. От слова, очень много всего. Мама будет регулировать этот весь вопрос, конечно. И она сказала, что не надо баловать ребенка. Но я скажу так, что меня батя баловал. Видимо, считал эту ролевую модель и понимаю, что вот в данный момент времени для меня это является идеальной ролевой моделью. Для ребенка делать все. Потому что он маленький, прикольный, классный карапуз, которого, кажется, я очень сильно люблю. Опа! Кто проснулся? Проснулся. Ты видел? Глазяханы открыли. Ну что, расскажем пацанам, где зубы потеряли? Вот так вот мы просыпаемся. Без ора и криков. Просто проснулись, типа, бать, это как его там? Давай, не сюда. Вот это наша самая любимая игрушка. Топ среди всех. Он берет ее так в ручки и засовывает полностью в рот. Ча-тя-тя, чо-тя-тя-чо-тя. Те-тя-тя-тя-тя. Что это за пипка у нас такая чистая? Скоро уже будем подстригаться. Катя говорит, да зачем мне надо? Я говорю, ну, посмотри, он выглядит, как маленький депутат. Депутатская стрижка такая. Катюха меня спросила, говорит, какую ты хочешь, чтобы мы стрижку моему сделали? Я говорю, давай мой ракет сделаем. Все уберем по сторонам, а вот здесь вот оставим. Прикольно же будет? Я говорю, папа, ой, придумал, вообще классно, молодец. Любовь моя. Да? Добро пожаловать в бложек. Прикинь, малыш, бать это блогер. Еще сколько мы с тобой наснимаем, сколько мы контента с тобой еще сделаем, сколько мы с тобой по миру поездим. Мамка нас в горы, наверное, отпустит хоть раз. Или куда-нибудь в лес. На выживашку, на какую-нибудь. Мартина не пускает. Недавно мы с командой проводили опрос, какой процент нашей аудитории работает по найму, а какой на фрилансе. Так вот, на фрилансе или на себя работает больше 20% аудитории. Это очень интересный тренд, который я замечаю на протяжении последних пяти лет в бизнесе. С развитием интернета, сервисов и онлайн-платежей люди постепенно открывают для себя весь кайф работы на себя. Независимость, свобода и любовь к тому, чем ты занимаешься, это лишь небольшой список тех достоинств, которые открывает фриланс. Любая работа в интернете связана с платежами, а платежная система должна быть максимально гибкой, удобной и безопасной. Именно для этого были придуманы так называемые электронные кошельки, которые буквально созданы для работы в интернет-среде. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на кошелек под названием Payer. Вот несколько из достоинств этого кошелька. Переводы доступны в более чем 200 странах мира. Отсутствие лимитов и нулевая комиссия за переводы между кошельками. Приватность и анонимность, легкая интеграция на ваш веб-сайт, поддержка всех основных мировых валют, включая криптовалюты, которые можно на встроенной бирже кошелька обменять или купить. Кошелек Payer создан в 2012 году и призван сделать вашу работу в интернете удобной, быстрой и надежной. Приложение можно скачать в Google Маркете или Apple Store. Этим кошельком пользуются уже более 15 миллионов человек по всему миру, выделяя его безопасность, анонимность и гибкость. Прелесть работы в интернете в том, что вы не ограничены страной. Это по-настоящему глобальный рынок. И лучший способ с этим рынком взаимодействовать – это кошелек Payer. Проходите по ссылочке в описании и добро пожаловать в цифровой мир. Поехали! Ну и куда ты? Пошел. Все, смотрите. Поворачивается. Покажи, как мы поворачиваемся. Покажи, как надо. Опа. Ну-ка. Ну-ка. Давай, докручивай. Докручивай. Он может уснуть, потом приходишь, он в другой стороне уже. Передвигается. Катя может немножко рассказать про питание. Очень частый вопрос среди аудитории, почему Катя не кормит, как ее называется? Грудью. Грудью, да. Как ее называть? Это же смесь, правильно? Да, это смесь, которую мы кушаем. Мы в роддоме ели одну смесь, сейчас нам прописали другую смесь, потому что небольшая аллергия была и все. И вот уже третий месяц он на ней все устраивает. Не могу сказать, что есть там какая-то большая критическая разница по тому, что ребенок не на грудном скармливании. Мне кажется, сейчас запылали комментарии. Да, да. Как это? Это весеные споры. Но, к сожалению, я оказалась в вынужденной ситуации, поэтому это не мое решение было не кормить грудью. Это была тяжелая болезнь, которую я перенесла во время беременности. На 39-й неделе у меня был ковид. Причем был в его очень тяжелой форме. Я сначала поднялась температура, меня не брал никакой роддом. И чудом нам повезло, что Лапина в этот день, когда мне стало совсем плохо, температура была 39,5, открыли инфекционное отделение как раз для тех, кто болеет ковидом. Тогда мы еще не знали, что это ковид, потому что это был конец марта. Никто толком не знал, как он вообще лечится и как он себя проявляет. Когда я приехала, ребенку уже было мало кислорода, и экстренно меня кесарили с температурой, даже не стали ее сбивать, потому что не было времени на это кесарево. Ребенка достали, не дали даже в руки подержать, оказались со стороны, потому что знали, что есть вероятность того, что я могу его заразить. И унесли. И не видела я его больше двух недель с того момента. Меня сразу не стали ждать, немного подождали, но не дождались пока. Отойдут ноги от анестезии. И сделали мне КТ. КТ показал отек легких, воспаление, двухсторонняя пневмония, 80% поражения легких. Если честно, я не знала, что так серьезно было все, потому что я как-то к своему здоровью не отношусь так глобально, и переношу какие-то простуды, грипп и так далее очень легко. А здесь получилось так, что я больше думала о ребенке и не поняла, что я так серьезно больна. Четыре дня в реанимации, ну и потом уже в клинике больше двух недель. Дима забрал Матвея раньше срока. Я очень просила выписать меня раньше. Меня по справку выписали с поражением легких 50%. Причем все результаты теста на COVID показывали отрицательные результаты. Их было больше трех, четыре теста. Два теста сделали Диме, два теста сделали Диминой маме. И у всех показал отрицательный результат. Но спустя три недели мы сдали дважды кровь на антитела, и всех они подтвердились. То есть COVID подтвердился. И когда я написала своему акушеру о том, что у меня подтвердился COVID, он мне сказал, что мы не сомневались в этом, потому что все клинические показания указывали на COVID-пневмонию и все, что к этому следовало. Ну, перенесла огромную дозу антибиотиков, противовирусных препаратов, препаратов, которые назначаются для повышения иммунитета, для лечения больных с ПИДом, для того, чтобы достать меня, грубо говоря, и восстановить мои легкие. Одно могу сказать, что спасибо врачам, потому что они нереальные молодцы, и был очень хороший уход и отношения по-человечески. Конечно, это было не так, как я мечтала. Я хотела фотографа, я хотела мужа рядом, цветы и так далее. А в итоге ребенок выписался без меня. Через дверь люди в каких-то костюмах, с масками передали Диме малыша. И вот так вот произошла наша выписка. Ну, в общем, мы в целом все живы, здоровы и счастливы, поэтому никому не пожелаю переболеть тем же самым. В общем, мы тогда стрессанули, конечно, очень жестко. И я могу сказать, что мне за Катю никогда не было так страшно, потому что я не знал вообще, чем мне делать. Бегал просто по квартире и носил ей воду. Где-то у меня в мозжичке была такая информация, что чем больше воды пьешь, тем быстрее выздоровеешь, быстрее пойдут все процессы. Она лежала, мерила каждые 30 минут температуру. Эта температура, она постоянно то повышалась, то понижалась. Факт в том, что она просто лежала горячая, и внутри лежал Матвей. Это было страшно. У меня не было такого прям переживания за ребенка. У меня, наверное, больше переживания было именно за Катю, потому что если она не смогла бы это выдержать, то были бы очень серьезные последствия и риски были бы для них обоих. Здесь риск был достаточно высокий. И я могу сказать, что мы реально могли потерять ее. Я никогда в такой ситуации не оказывался в жизни. Это страшно. Правда страшно. Я просто сидел, у меня слезы из глаз шли, потому что я не знал, что мне делать. Сейчас к маме пойдем? Давай, мама. А то у меня все плечо уже мокрое. Пойдем кушать. Чуть-чуть протекло. Что-то я сплотнула. Кази маленький. Зато беременность у нас прошла классно. Расскажи про свой график. Ну, я так скажу, что я до последнего, только последние две недели села на карантин, когда в марте стало известно о том, что ковид распространяется. Но, собственно, это не сильно нам помогло. А так, вся беременность была отличная. Без токсикозов, без сонного состояния. Чувствовала себя точно таким же человеком. Единственное, что с каждым месяцем становилось тяжелее ходить. Ну, потому что был очень большой живот, и матвей, собственно, родился очень большим. 4 килограмма 100 грамм. Ну, сама бы я, конечно, не смогла бы его родить, но при помощи врачей... Да смогла бы, чего бы ты не смогла? Ну, очень большой. Мне кажется, что тяжело было бы это сделать. Мы счастливы. Потому что мы реально его очень долго ждали. 10 лет мы ждали этого малыша, и он к нам пришел. После того, как Катя сделала тест, показала мне эти две полоски, она их переделала там по нескольку раз, потому что я не верил вообще в то, что это происходит. Правда. Потому что слишком такое долгое ожидание было. И, честно, я скажу, что мы уже в определенный момент, наверное, ну, как-то смирились с этой мыслью, что, как бы, ну, нету и нету. Ну, как бы, даст Бог, будет. Да, просто не разговаривали на эту тему. Ну, старались ее как-то даже не поднимать, потому что она была такая некомфортная, наверное, для нас. Причем для нас двоих, да? Да, да, да. Посидели что-то на календаре, посчитали, что, короче, кажется, это Овен. А я вот, понимаете, я вот, я сильно прям верю в знаки зодиака, правда. Есть определенные особенности у каждого знака, вы это тоже наверняка знаете. Кстати, Овны внизу в комментариях быстренько ручки подняли. У меня папа Овен был, и я Овен, у меня мама Весы, и Катя Весы. И, как бы, у нас понимание есть такое, что кто эти знаки? У Кати мама Овен, да, отчим Овен, и, короче, вот... Будь Овен, сын Овен. Да, и, в общем, вот знаем подход и умеем, практикуем, короче. Знак действительно классный, и он такой рок-н-ролльный, немножко сложный, конечно, со своими там... Ну, немножко сложный, немножко, но подход я точно нашла к нему. Когда мы так посчитали, я думаю, Катя, пожалуйста, только Овна. И вот чем ближе к тому, чтобы родить, я Кате говорил, Катя, держись, держись, пожалуйста, только не рыбу. Короче, у нее было спецзадание, у нее была специальная миссия, чтобы, как бы, родить точно Овну, гарантированно. И она чувствовала эту ответственность. Ну, собственно, Овен и получился, да. 27 марта. Да. Маленький Овен. Вот у нас здесь, собственно, барашки. В честь этого события. В честь этого события. Где-то еще барашки были, да? Ну, собственно, вот так вот прошли наши карантины. Было чем заняться. В общем, Катя болела, мы ее отпаивали. Параллельно мы откачивали наши бизнесы, людей, которые у нас работают. Потому что была всеобщая истерия, было очень тяжело по-настоящему. Как бы вот на два фронта мы решали проблемы, тушили пожары. Иногда мне кажется, что как-то вот у нас все идет через преодоление иногда. Кажется, что это какая-то программа даже такая, которую мы для себя сами выбрали. Вроде бы вот такое событие, да, должен ребенок родиться, и все равно испытание. Почему-то вот как-то так вот все. Я точно могу сказать, что наши отношения, они стали немножко другими, да? Как-то мы сблизились, что ли, вот эта вот ситуация сблизилась сильно. Параллельно мы работали. Катя работала до самого там дня X, часа X, да? Ты в реанимации работала? Да. Звонки, смски, в общем, работа была. Как бы там кто-то, Катя там что-то попросил счет выставить. Она говорит, а я родила только что. Вот, ну, собственно, безостановочный был такой процесс. Ответ на вопрос, где мы заболели, сложно сказать, потому что это было самое начало, еще тогда не было вот этой вот жести, да, вроде как все начиналось. Но только в Италии начинались заболевания, в России еще не закрыли въезд из Италии. И в принципе люди нормально передвигались. Мы там работали, Катя ездила, работала и по банкам, и в роддом, и на встрече, и прочее. И я тоже самое. Может быть, я где-то заболел и домой принес, потому что я, мама, Катя сразу заболели в одно время. У меня с мамой не было симптомов, ну, в виде температуры, но были симптомы в виде заложенности носа, ломки, головной боли и отсутствия обоняния, причем надолго. У мамы обоняния отсутствовало 4 месяца, у меня 2,5. Мне кажется, еще от того, что у тебя иммунитет подсел немного. Ну, конечно. Ну, как бы у нас особо выбора не было. Но есть огромное преимущество, и оно заключается в чем? Мы маленький воин, в том, что все тип-топ. Мы растем, хорошо кушаем и развиваемся. Правильно? Скоро поедем в горы. Ну, это не точно. А, все-все-все-все-все. Только ты сильнее, он покушал. А, все-все-все. А, все-все-все. Сильно его лучше не теребить пока. Ты его возьми на ручки тогда, пусть он это... Пусть... Нет. Подспустит. Не-не-не, не надо. Пусть полежит. Я такой эксперт, чисто, знаете. Но я вам скажу так, что пока Катюху не выписали, я вот 2 недели менял подгузники. Кормил. Матвея с ним там нянчился. Ну, благо, что он просто хорошо и много спал. Неделю. Неделю, да? Я прям поднатаскался. Он был и мамой, и папой. В общем, у него все получилось. Сиськи у меня не было, но была модная пластиковая бутылка. Блин, ну тебя точно надо постричь у меня. Да не надо, еще рано. Ну, как же, слушай, рано. Вот это вот тоже, знаете, вот эти мамские темы, типа, ой, это не надо, это там рано, это еще пока не время. Все, хочется сразу уже, чтобы он пошел и побежал. Ты мне обещаешь, что это скоро произойдет? Стопроцентно. Это скоро произойдет, стопроцентно. Ну, цена я сладко, ну, да-да-да-да. вы побывали с нами мы вам рассказали эту историю и вывод этой истории берегите себя и своих близких если такие ситуации происходят объединяйтесь боритесь самое главное не теряйте веру вера это самое мощное что может быть в нашем случае вера в то что все будет хорошо и мы точно пройдем это испытание она была конечно колоссальная несмотря на то что мы никак не могли это контролировать в общем мы познакомили вас с нашим маленьким воином вот маленьким пауэрбанком его кто-то назвал из подписчиков для такое прикольное имя папа трансформатор свиночек пауэрбанк сейчас мы поедем с вами тачку отгоним в моренде для того чтобы ее заклеить в новую пленку во первых эта пленка уже немножко подвыцвела во вторых хочется немножко освежить цвет добавить кое-какие элементы которые мы выбрали мне сейчас вам их покажем покажем пленку которую мы будем клеить и буквально через полтора месяца уже будет готов карбон будут готовы наши новые 24 диски возможно будет готов новый выхлоп и мы все это сверху весь этот кит оденем поэтому сейчас у нас идет первичная такая проработка так сказать визуал мы быстренько загоняем через 10 дней мы ее забираем с вами и ждем пока у нас будет готов тюнинг я надеюсь что получится классный проект тачки нужны для того чтобы их делать лучше да вы помните вот если можно сделать тачку лучше позлее то значит надо делать и неважно сколько она стоит колхот наше второе имя поехали колхозить поехали нам куртка не нужна да как я понимаю смотрите на этого беспризорника просто блять ярик красавчик вот фанат бренда самый настоящий можно да вообще в обычной жизни я матерюсь как бы это нормальный русский язык как вы понимаете иногда чтобы выплеснуть эмоции и показать свои истинные чувства понимаете и настроение иногда недостаточно просто обычных слов хочется хорошенько так вот прям ворваться с матами как я люблю москва сити катя мне вчера заявила говорит давай переедем я говорю с чего вы это она говорит у нас здесь вон парк смотрите как этот плешь какая-то посреди улицы давай нормальный парк нужен матвею он должен там гулять с ребятами там общаться я говорю ну пусть гуляет что здесь нормально вон ребята там собаки велосипедисты там поставщики delivery club нам со всеми можно здесь общаться понимаете здесь такая атмосфера классная она меня настраивает на то чтобы мы в следующем году купили новую квартиру где-нибудь в жилищном комплексе с парком я рубля как но это пенсия реально ну пенсия ну какой ну блять нам по 30 лет и мы сейчас будем переезжать в эти девятиэтажки зачем мы оттуда уехали чтобы вот просто каждый день просыпаться вот в этом вот настроении понимаете захватывать мир вы согласны со мной скажите вот атмосфера вот здесь вот москва сити вот чтобы чувствуете ну себя букашкой не чувствую ага наоборот энергия есть какая-то вот эти это 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 более взрослое поколение ведь и сказали поэтому для меня это мнение очень авторитетное спасибо большое а души пацаны видите со мной фотоются фанаты да ребят вот мне интересно ваше мнение я не всегда подстраиваюсь как бы под аудиторию и как бы просто делаю то что мне по кайфу но все равно время от времени я понимаю что это важно слышать ваше мнение напишите внизу в комментариях что вам нравится больше всего смотреть трансформаторы это путешествие это лайв блоге это тачки это бизнес блоге там интервью и так далее вот напишите просто проголосуйте и дайте мне совет в каком направлении нам дальше идти или вот такое вот направление нормалек когда и лайв есть и бизнесовый контент раз в три месяца но стабильно появляется проголосуйте мне будет очень полезно и нашей команде тоже почитать дайте нам обратную связь спасибо все хорошо приветствую как дела все хорошо поехали поехали быстрее времени нет оба а какая музыка внизу ссылка в описании на мой курс как петь песни которые ты не знаешь правильно шевелить губами на так как маренде ехать маренде про что я говорил то а у нас цвет значит нашего уруса или я про это не говорил по моему не говорил а собственно цвет уруса немножко как бы скучноватый черный сатин это вообще я вам скажу что один из самых выигрышных цветов на внедорожнике я им очень доволен если кто-то хочет себе заклеить вот называется этот цвет черный сатин но как бы он немножко скучноватый я понимаю что как бы эмоции он не так много вызывает когда-то вызывал когда он был прям черныш помните да когда у нас по кругу был тонер когда еще гаишники были не такие злые блять но я как-то переболел этой мыслью и я вам сейчас покажу цвет который мы выбрали потому что там просто просто пуля вот такой цвет я давно хотел а еще знаете какой я инсайд что поймал нужно любить людей не зависимости от возраста статуса в обществе расы вероисповедания нужно просто любить всех одинаково когда ты людей любишь ты их принимаешь со всеми их плюсами и минусами недостатками и талантами а когда ты людей принимаешь тогда ты чувствуешь внутри бессмертия отношения с людьми выходят на абсолютно новый уровень когда ты вот в такой вот позиции поэтому я могу сказать что искренне люблю людей даже петушка колеса нет он пидор все таки все все нормальные всех люблю кроме пидора кольца бывают же люди таким разе так ну что мы приехали прям под боком рядом сити это еще одно преимущество моренди открывай приехал юра вон он смотрите маленький уверенный в себе тигрин и лев который умеет хорошо наклеивать лёха здорово наконец-таки я вернулся все хорошо как ты отлично знаете есть такая классная поговорка кораблю спокойнее в гавани но не для этого корабли строили этот корабль был создан для того чтобы пойти в шторм понимаете просто чтоб кульбит сделать на какой-нибудь высокой волне правильно про геленваген знаешь еще одну едем 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 не любви достойна она только мать и геленваген 6.5 ну у меня такой не было шутки прикольно это хорошо лёха для меня моренди это какое-то предвкушение я еду сюда и понимается как вот изменения какие-то будут и они прям будут очень эмоциональны у нас есть наш маленький но очень уверенный в себе вот такой вот мощный аппарат мы когда-то с тобой решили что это будет черный сатин и я хочу сказать что мы абсолютно не прогадали но пришло время немножко его по что-то поменять расскажи во первых зачем люди это делают я по себе знаю а вот вот ты же общаешься с большим количеством людей зачем люди клеят . ну в первую очередь это самовыражение это эмоции внешний вид 2 то есть треть это защита давай вспомним что мы здесь делали в прошлый раз вообще в прошлый раз что мы делали полностью оклеивали кузов в черный сатин на тот момент это была самая трендовая пленка в принципе она так и осталось ее клеит очень много и она не перестала быть тренде но вышли уже новые пленки которые вытеснули так скажем этот цвет и надо быть идти в ногу со временем надо делать что-то ярко интересное здесь мы красили диски в черный глянец склеили полностью машину в черный сатин делали желтые ремни доводчики тебе поставили ну и самый главный это стейдж 3 и мы выхлоп еще поставили это как она называется подвеску подвеска занижения да ну что какие у нас мысли как можно сделать из него что-то новенькое и что-то такое эксклюзивное я думаю что пора избавляться от темных цветов нужно переходить чему-то яркому и давай рассмотрим варианты что мы можем тебе продавать а ты уже полистать по хорошо смотри что вышло после 100 черного сатина точнее что мы выбили в топ у нас есть пленка производителя эвери денисон нидерланды вот черный сатин который мы клеили после нее стали все клеить черный шрифованный алюминий она сейчас в тренде чем она реально круто это ее направленность то есть видишь что эти вот стальные грани они подчеркивают автомобиль для этого металлическая да причем она есть пяти оттенках ее можно клеить на ресторане самое главное правильно выдерживать направленность а гелик этот он тоже заклеен это новый гелик 350 дизеля полностью этот цвет его оригинальный родной но мы его забронировали матовый защитный пленок помимо виниловых пленок делают еще защиту то есть это мат либо глянец мы кстати говоря скорее всего рассмотрим вариант если будем клеить твою машину какой-то яркий цвет заклеить его два слоя заклеить его полиуретан и винил смотри эксклюзивная палитра здесь принципе представлены очень яркие цвета они постоянно пополняются до зеленый кстати очень красивый цвет я тебе покажу который я буду клеить это вот как раз прошло не как и куда это разные производители травмы компании разума дорога они все премиальные они все дорогие да да тут нет дешевых пленок китая там кореи и так далее мы клеим хорошие это это пусть вот это нидерланды а это мир америка то есть все пленки они очень качественные звери какой цвет мат даймонд white на белом а тоже очень популярен вот цвет который я буду делать это темно-зеленый офигенный очень крутой мне кажется вообще зеленый на самом деле в моде если посвятить на него вижу он такой с эффектом аксиралика блесками он переливается из матов глянец то есть он очень крут свой с и смотри дальше если типа палитре есть ну хексис ты его прошлый раз очень хорошо изучил тут огромная палитра цветов как есть матка глянец есть хамелеоны а есть хромированные пленки есть сатиновые хромированные пленки есть даже можно полностью в кожу крокодилю затянуть можно сделать под карбон просто в кожу крокодилю нормально будет такое чисто на рептилина так двигаешься по городу это уже не юра будет это уже будет гена крокодил гена не будем греть долго нашу аудиторию мы сейчас покажем вам тот цвет который мы выбрали и называется он 321 народа грей вот рулон что какой там нарды чё там нарды короче вот дим чтобы долго не таить ничего не раз я его еще не доставал давай сделаем это вместе офигенно слушай это вот я вот чувствуешь чувствую что если мы не ушатаем эту пленку сейчас раньше времени то это будет просто можно попросить просто вот от души не клейте эту пленку хотя бы месяц чтобы я немножко поездил на нему сказать что такую пленку мы всего одну клеили это был lamborghini suj если его посмотреть на солнце посмотреть его вот здесь при естественном ощущении искусственном абсолютно по разному переливается да вот но самый кайф то что это супер глянец то есть ни один производитель не делает такого глянца насыщенности цвет как вот этот производитель смотри поскольку у нас стоит задача полностью затянуть урус в этот цвет надо сначала снять старую пленку да и мы сверху не можем принципе поклеить но я считаю что не совсем правильно поскольку мы даже можем ее раздеть сделаем это по абсолютно технологии без там каких-либо последствий дальше соответственно подготовим кузов полностью разберем и будем заклеивать уже много причем документы мне не надо будет менять потому что она у меня серая по документам но в принципе да но очень подка подходит по твоим документам 14 дней до почему 14 дней сразу вопрос я предлагаю тебе поверх этой пленки сделать защитную пленку как мы это делали с и джей почему потому что этот цвет очень сильно царапается делаем этот цвет и сверху мы будем делать полиуретан давай его до туда пойдемте пойдем поднесем это очень круто если мы будем это делать прямо рядом с пациентом пациент юра мне кажется он часто оказался здесь у нас как я понимаю это не окончательный визуальный образ потому что у нас дальше будет еще тюнинг от carbon art они делают полностью нам обвес и 24 диски у нас будет то есть соответственно с тем карбоном которые нам сейчас производят с теми дисками которые мы выбрали с тем дизайном который ты предлагаешь у нас все должно максимально сойтись на потому что иначе это будет салат я не хочу чтобы салат у нас был вот я хочу чтобы у нас был оливье шишка я молодец молодец как творческий человек поэтому давай попробуем сейчас это все соединить и насколько я знаю ты какие-то элементы еще сделал у меня есть заготовки я не буду раскрывать тогда вопрос конечного дизайна сколько ты еще его не показывал я покажу как это будет выглядеть пленка в стоковом участвуем урус хорошо визуал и мы очень счастливы потому что это наше самое любимое дело смотри поскольку ни один дизайн принципе не делается без визуала то он да это визуал твой но это не конечно вы зададите вопрос какого хрена эта цифра делает вообще и что ну почему в общем у св джей появилась такая вот очень капсульная коллекция 63 там по-моему 63 автомобиля они сделали они сделали это именно в этом шрифте суть этих цифр 63 заключается в том что они еще дали дань компании lamborghini честь создания то что они создали его тысяча девятьсот шестьдесят третьем году а вот она чего прикольный юбилейный такой но так как у нас не 63 28 28 это наш регион амурская область амурка всем салам пополам мы решили 28 сделать в том же самом шрифте но с окантовкой желтой потому что у нас желтый салон желтые суппорта дальше у нас будет желтые диски и еще куча всяких элементов по кузову а вот твой карбон да смотрите смотрите как он называется в форме карбон для она мне нравится на самом деле этот карбон ребята он смотрится очень эксклюзивненько согласитесь значит почему я не стал заклеивать у карбон арт во первых пацаны реально в загрузе и я очень боюсь что они могут не успеть или затянуть сроки по производству карбона также я считаю что карбон арт но они действительно профессионалы мощные ребята которые именно специализируются в основном на карбоне поэтому мы просто отдаем им то что они делают очень хорошо и возможно даже лучше всех моренди это те ребята которые всегда мне клеили тачки всегда знаю что приеду сюда и мне сделают быстро качественно и еще и покажут мне это все на визуале да то есть мы можем обсудить заранее мне не нужно там типа блядь пойдет не пойдет там давайте попробуем а потом посмотрим сейчас уже так не получается сделать потому что цвета становятся все более эксклюзивными поэтому моренди согласились взять на себя часть работы именно по основному такому цветовому до визуалу а карбон арт уже потом подключится и поставит полностью мне этот кит весь сложный тяжелый дорогой в общем и что-то должно на выходе получится классно ну что делаем давай сейчас сделаем тесты как обычно бывает машина заезжает мы клеим на капот что ты понимал как твоя пленка будет выглядеть на машине хорошо видишь чем к винил скажем недостаток да то что он царапается если ты смотришь на целом да то есть со временем он живет три года максимум у нас машина уже полтора года проклеена она отъездила и она свою отслужила то в принципе мы сейчас можем переклеивать сейчас мы возьмем с тобой александр поклеить нам давай саш ребрышки тоже должно видно да да но они уже не так будут смотри обычно как мат подчеркивать все ребра грани да здесь у нас есть глянец мы сделаем так что поверх этой пленки поклеим еще одну пленку защитную и она уже идеально ляжет на поверхность то есть даже есть вижу мы сейчас они матируют немножко или нет она ее не матируют она скрывает все недостатки допустим есть лишь мы сейчас проводим ракелем и на ней остаются такие небольшие ну разводы то есть царапины да это как бы неизбежно то есть как бы это глянец а весь полиуретан защищает осколок у нее идет там такой мощный эффект он не особо не есть визуальные полиуретан бывают разных видов есть глянцевый есть матовый сейчас делают черный полиуретан черный глянцевый черный матовый кто-то там ассаливные прочими там ну то есть их сейчас большая разновидность но вот самые популярные самые постоянные тут то что сейчас мы к тебе поклеим сверху это прозрачный полиуретан опять же чего мы это делаем потому что на данной пленке есть царапины есть небольшие такие кортера и чтобы это все скрыть мы делаем защитную пленку прозрачную смотри как чудеса происходит просто на глазах мы вытрем сейчас эту пленку и ты увидишь что вот эти все риски царапин которые глянцы они просто пропали пропали и цвет но он насытится то есть он станет глубже согласен уж прикольно и самое главное ты сможешь проездить в таком цвете очень очень долго то есть этих царапин которые на виниле их больше не будет как то он как он это делает полиуретан или же дать мелкие да смотри шагрень уходит царапина уходит цвет будет становиться более насыщеннее ну и надо учесть что пленка клеится на воду основу она еще подсохнет и будет соответственно еще ярче хорошо пойдем покажу тебе еще какой есть полиуретан давай с видами может и захочешь чем сделать мы берем за основу пленку кстати твой визуал он только в масштабе да то есть чтоб ты видел как детально смотрел ее мы берем за основу полиуретан нового производителя кавача первый вариант это пленка полиуретановая глянцевая она идет с эффектом керамики то есть что это значит это производитель которые совместно с керамик про сделали новую пленку из наложили туда свой слой керамики такой еще и керамика это обычное просто покрывается просто покрывается до полиуретан это защита а здесь сделали керамику вместе с полиуретаном то есть вот этот слой пленки 1 он заменяет 10 слоев керамики ощущение кота покрывающие пленку что тебя машина покрыта 10 слоями керамики вот она реально очень круто защищает свет второй вариант это черный полиуретан его обычно используют на крыше на зеркала то есть какие-то элементы, небольшие участки, которые нужно просто покрыть и сделать. Ну, как тонер, да? Ну, грубо говоря, да. Вот, допустим, есть у нас Audi TT, да? У него крыша заклеена в черный полиуретан. Да. Вот. Это для того, чтобы, ну, выделить машину черно-белую, да, и чтобы она меньше царапалась. Крыша вообще не царапается. В чем преимущество этого полиуретана, что он не царапается? Он имеет эффект самовосстановления. Дальше есть вообще новая пленка, которая только-только вышла на рынок. Это черный матовый полиуретан. Помнишь, у тебя на Урусе мы делали черный сатин. Вот это точно такой же цвет, только полиуретан. Сейчас тебе покажу большое волшебство. Мы возьмем с тобой кусочек черного сатина твоего и возьмем кусочек черного полиуретана. Вот, смотри, это твоя пленка, которую ты ездил полтора года. Эта пленка, черный полиуретан. Да. Царапай вот это, царапай вот это. Прям можешь не жалеть. Видишь, что происходит? Да. То есть на этой пленке остаются царапины. Здесь ты царапаешь. Прикольно. И она уходит. Продана, блядь. Та же самая история с глянцевым полиуретаном. Видишь капот? Это типа мини-капот. Да. Мы клеим, царапаем пленку. Смотри, все царапины, они уходят под воздействием температуры, теплоты, они уходят. Ну, то есть это просто прогресс. То есть рынок, когда шагает вперед. Отморозки. Да, это круто. Дальше, если брать из полиуретана, здесь вообще крутые также пленки есть. Понятное дело, есть также матовый полиуретан, то есть к которому человек приезжает, хочет заклеить, допустим, свой автомобиль в матовую пленку. То есть она становится... Но не меняет цвет. Не меняет цвет, оставляет свой цвет. Но защищай его. Да. То есть, допустим, ты хотел себе купить, я не знаю, новый автомобиль. Тебе говорят, типа заплатили еще там полтора миллиона за то, чтобы он был матовый. Да. Ты говоришь, нихрена, я поеду к нам, лучше сделаю, вот в Моренде, да, ты сделаешь матовый полиуретан. Ты и защитишь его, и сделаешь его матовым, и сэкономишь при этом. Да. Поэтому это суперклассная вещь, что делает машину визуально внешне матовой и тоже время защищает. Здесь пленка тоже глянцевый полиуретан, но она называется антиграффити. Смысл ее в том, что на ней можно рисовать баллончиками, и потом эту краску стирать. Какой-то вандал подходит к тебе в гараже, начинает там рисовать, там, не 28, а 29. И ты такой думаешь, зачем ты это сделал? Подошел, стер, и заново поклеил цифры там и так далее. В общем, суть в том, что разные разновидности пленок, и можно выбрать на свой вкус и цвет. А мы какую выбираем? Мы с тобой думаем, ну, я предлагаю тебе взять вот эту за основу, потому что у тебя основной эффект уйти от мата, сделать ее супер глянцевой. Получится так, что у тебя она как будто покрыта 10 слоями керамики. Она у тебя будет с эффектом гидрофоба, то есть это что значит? Она обработана керамикой, будет водичка вся скатываться, будет защищена и будет блестеть. Идеально. Изи. Сэкономил, заработал, да? Ну что, запускаем работу? Давай попробуем. Волнительно, конечно, немножко, но изменения это всегда хорошо. Мне нравится то, что мы придумали, и я думаю, что должно смотреться круто. Ну, сука, черный сатин, вы посмотрите на него. Ну, он же дичь вообще. Просто смотришь на него, да, а он ну, прям вот, для него этот свет был сделан, понимаешь? Ну, она крутая, она реально крутая, и ты проездил на ней достаточно долго. Ну, все, как бы она себя изжила. А ты мне инстаграмчик тоже сделаешь, ладно? Конечно. Мы прям с нее снимем и заново полипим. Так работает Маренди, да? Ну ладно, мы тебе новое сделаем, какие-нибудь буквы светотражающие. Ладно, братва, это конец уже выпуска, поэтому сейчас лайки ставим, подписываемся на канал, ставим колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Мы как стройку показываем вам все процессы, да, и все, что связано с машинами, и все, что связано там с нашими банями, там, офисами и прочим. Я хочу, чтобы вы просто проживали вместе с нами эти процессы. И самый главный, ключевой смысл, который я хочу до вас донести, что изменения — это круто. Изменения в личной жизни, изменения себя как человека, как личности, изменения мышления, изменения рода деятельности, изменения места, где ты живешь — это всегда очень круто влияет на дальнейшее развитие. Есть такая техника, которую я использую, она называется «рычаг изменений». Если ты чувствуешь, что ты застоялся, если ты чувствуешь, что ты закисаешь, нужно обязательно его дергать, и, соответственно, в твоей жизни поменяется очень многое, и ты получишь новый приток энергии, и вообще, может быть, научишься мыслить по-другому. А когда ты мыслишь по-другому, у тебя меняется действие, меняется действие, меняется результат. Короче, все коррелируется, везде есть причинно-следственная связь, и сейчас я вам показываю на своем примере, как мы легко относимся к тому, чтобы что-то поменять. А компания «Морэнди», ребята, спасибо вам огромное за то, что вы беретесь за мои проекты, хоть они иногда бывают и такие немножко безумные, иногда бывают немножко сложные, или сложные в плане коммуникации, или сложные в плане согласования и так далее, но, как бы, мы делаем, мне кажется, историю, и это очень круто. Спасибо огромное. До встречи в следующих выпусках. Пока, тигры! Субтитры создавал DimaTorzok